В рамках глобальных инициатив по предотвращению климатических изменений Азербайджан намерен сократить выбросы парниковых газов на 35%. К 2030 году заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Кроме того, по словам министра, в результате усилий СУКАР и других нефтегазовых компаний миллиарды кубометров попутного газа направляются в газовое хозяйство. В Азербайджане доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетические ресурсы, в общем объёме потребления первичной энергии достигло 18%. Данная цифра к 2030 году достигнет 30%. В ближайшие годы будут предприняты важные шаги по развитию возобновляемой и альтернативной энергетики. Будет реализовано ряд проектов в этом направлении. Развитие данной области также будет способствовать снижению воздействия на окружающую среду. Выступая на мероприятии, глава госнефтекомпании Азербайджана СУКАР, Ровно Габдулаев, отметил, что нефтедобыча приносит человечеству не только большую выгоду и ряд преимуществ, но также создаёт и ряд экологических рисков. На сегодняшний день рекультивировано более 2000 гектаров земель, находящихся на балансе предприятий и учреждений СУКАР. Вопрос охраны окружающей среды при бурении, добыче и переработке находится в центре нашего внимания. Мы довели до 100% утилизацию закрытой системы гластовых вод, являющихся основным источником загрязнения окружающей среды на нефтегазовых предприятиях. С 2012 года мы реализовали три крупных проекта по сбору выбрасываемого в атмосферу попутного газа, накопив более 1 миллиарда кубометров газа в течение года, который был направлен на потребительский рынок. Ещё один вопрос, обсуждаемый в рамках мероприятия, значимое событие этого года – достижение отметки в 500 миллионов тонн добычи нефти на АЧГ к концу года. Всё будет зависеть от темпов добычи нефти. Это событие представляет такую же большую важность, как и 25-летие контракта века. Бюджет по проекту АЧГ и рабочая программа на 2020 год уже утверждены. Кроме того, хочу сообщить, что бурение разведочной скважины на перспективной структуре Шафа-Касиман начнётся в декабре этого года. Полупогрушная буровая установка Гейдар-Алиев начнёт буровые работы после некоторых наладочных работ. В рамках мероприятия было подчёркнуто, что Азербайджан занимает первое место среди 10 стран экспортеров нефти в ЕС по уровню эффективной утилизации попутного нефтяного газа. Следующее заседание руководящего комитета по данной инициативе состоится в Лондоне 15 января следующего года. На нём будут приняты новые экологические нормы и принципы для снижения воздействия климатических изменений. Фидана Куина, Эли Гасанова, Рашад Агамалиев, Сибиси.